Человек жив, пока о нем помнят потомки. Эта мысль подвигает многих рассказывать о своих дедах и прадедах, своим детям и внукам, даже еще совсем маленьким. Такие рассказы на уже в изложении самих малышей и легли в основу буклета «Моя семья в истории страны». Его издали в Череповце впервые. Рассказывали о моей прабабушке Володиной Анне Петровне. Она прошла войну, получала разные ордена. Предложение, конечно, поступило из детского сада, но и мы с семьей не могли не откликнуться, потому что наши деды воевали. Слава Богу, все вернулись с войны, с ранениями, конечно, с боевыми заслугами и с медалями. Петр поддержал нашу инициативу и делал интервью. О моем деде, о его прадеде, Виколе Федоре Ивановиче. Во время войны он был танкистом, участвовал во многих операциях. Вот был дважды тяжело ранен. Идея собирать истории о жизни и подвигах ветеранов Великой Отечественной в изложении их юных потомков родилась у заведующей детским садом номер 15 еще шесть лет назад. Вначале это был просто конкурс рассказов, в котором ежегодно участвовали до 90 череповецких семей. Сейчас мы формат немножко изменили. У нас теперь конкурс мультимедийных презентаций и видеофильмов. Поэтому у нас все материалы сохраняются. Это очень зрелищно и интересно. Победители конкурса, более 400 семей приняли участие. Победители конкурса «Гнё Победы» мы всегда награждаем в торжественном зале. Брошюра в первый раз, потому что это очень достаточно затратная по деньгам идея. Но вот в этом году мы подали и нам дали грант небольшой, но нам хватило на издание этой брошюры. И мы надеемся, что на следующий год мы эту идею уже поддержим с помощью даже СМИ, что если это получит определенный резонанс, то возможно нас поддержат спонсоры-предприниматели города Череповца. А 28 семей участвовало, все 28 рассказов мы опубликовали. Мы эту информацию обязательно будем использовать и в библиотеке передадим, и в образовательное учреждение. Там есть вещи уникальные. Такие истории, вот точно эта история не останется в кругу семьи. Мы будем через эти события, через эти истории рассказывать об истории Великой Отечественной войны всем нашим ребятам-череповчанам. Единственный доживший до сегодняшнего дня герой новой книги – Валентин Синёв, прадедушка Синёва Федя из 124-го детсада. От имени ветерана выступил его младший брат. Четвертый брат вот тукнет через 4 месяца Денановского. Он даже худовато слышит, но его в музей надо потом. Вот скоро у него заслужит. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова